добрый день я расскажу вам о методах установках ну и результатах наблюдения высокоэнергетических космических лучей да ультра то есть там уже больше порядка 10 15 вот значит литературу которой я пользовался а теперь перейдем к методам существует но сейчас используется на данный момент два метода регистрации высокого ультра высокая энергетических частиц это high resolution flight и сокращенно high res он заключается в том что регистрируется люминесценция в атмосфере когда частица высокоэнергетически попадает на сферу она ударяется или ее порожденные частицы ударяется об атом азота и возбуждает его и он уже в свою очередь излучает свет на данном рисунке здесь показано вот как бы какой детектор это излучение вот так же второй метод это регистрация черензиковского излучения плотных средок данном случае используются баки с водой их располагает на большой площади что это так как частицы порождает другие частицы которые распространятся виде такого плоского блина большого диаметра то задевая несколько детекторов там по очереди синтонизируя можно определить угол откуда упал частицы и ее энергии решает обратную задачу данный метод в принципе сейчас используется большей части совместно с фото лиминесценции атмосфере чтобы повысить точность характерный размер широкую атмосферную порядка нескольких километров вот прям видно здесь нарисованы примерно три километра полтора километра а тут 2 2 это поэтому установка телескоп рей в принципе совмещать оба этих методов но для этого конечно чтобы они оба работали одновременно требуется для вот хрс а чтобы была ясная лунная там точнее бездумная ясная погода ночью вот ну в принципе их устанавливать там где этот 10 процентов времени такие до времени все вот этот бар фотография есть это еще одна такая же подобная телескоп рей установка только она гораздо больше чтобы как раз именно еще более высокая аналитические частицы регистрируют чаще вот здесь я приведено сравнение это уже observation как сераторий еще одна установка который я только упомяну это ас здесь используется это регистрация черенковского излучения во льду в принципе она построена недавно так что результаты ее измерения пока что не обработаны те которые жить на связи южного полюса следующий раз мы о ней подробнее поговорим потому что она прежде всего построена для регистрации нейтрина до антарктиде но может регистрировать и некоторые свойства космических международная без участия россии в россии есть свой аналогичный на байкале но там строительство очень медленное но существует три проблемы наблюдения этих частиц во первых для высоко аналитических это малая частота падения то есть их очень мало и для того чтобы поймать хотя бы одну нужно строить очень на больших площадях или же там мерить там раз сто лет их регистрирую второе это определение типа первичной частицы при частиц с энергией это больше действие 17 электрон вольт там уже модель имеет значение того какая частицы протон либо ядро например железо который чаще встречается но при этом нет методов определить какая же частицами на 1 проводил вот этот блин который регистрирует ну и третье это изменение направление движения частицы когда она проходит каких-то магнитных полях космосе и неизвестно имеем это точно от источниками мере направления либо она как под углом немного ну значит вот такое спекта принципе его изучать вот в таком виде не очень наглядно ну вкратце расскажу о теоретических предсказаниях которые используются ну теоретических причин используется так называемый дефекционный фактор то есть решает задачу распространения вот этих протонов и ядер от источника к нам и потери которые они потери энергии которые возникают и значит и потери делятся на все которые вверху это с индексом п просто и те которые только дипотически но в принципе например расширение вселенной считается дипотически потери энергии и делится нее в принципе известно что вот это модификационный фактор обладает степенным законом причем это гамма жи она для энергии вот как раз меньше действию 17 еще даже меньше равна точно там 27 десятых нас здесь приведен теоретический график расчетный учитывая две потери в работах березинского то есть вот эти протоны ядра в течение всего распространения взаимодействует в основном с микроволновым фоном космическим и есть две возможных вот этой реакции первая реакция то есть взаимодействие с фон но это с фотонами этого фона возникает еще дополнительно пара электрон позитрон и вот возникает вот такое падение 2 это второй фактор который возникает еще при больших энергиях это рождение пиона то есть это фото пионное взаимодействие и она создает вот такой вырезку обрезку графики эти предсказания были последующим доказаны наблюдением тремя вот упомянутыми установками харес телескоп рей и уже видно здесь что есть некоторое разногласие между точками то есть они как бы не лежат не ложатся на одну прямую это на одну кривую хотя бы в этих пределах где в принципе не важно какая модель рассмотрены рассмотрены протоны ли либо тяжелые ядра в излучении играют основной роль в березинском как раз об этом есть замечание что вот эти все различные детекторы они по-разному калиброваны и нужно использовать характерные особенности вот именно как растет падениях связанных с электрон позитронным рождением чтобы их но совместить и в последующем именно эти совмещенные графики перенормированы исследовать но вот этой области пока что как раз играет эта проблема не невозможности определение первичной частицы то есть протон это либо ядро и пока что решение проблем неизвестно ну так же в работах березинского упоминались источники которые порождают как раз космическое излучение с энергией больше действия 17 трон здесь на график переведено во все возможные именно порождающие источники но высокий энергиях может породить три группы это во первых гамма всплеск характерно например при взаимодействии массивных объектов там поводение нейтронной звезды на черную дыру связаны с активными ядрами галактик причем на них больше надежды что они рождают такие частицы но это в принципе вот группа явлений вот вот эти то есть сами ядра джеты им порождающими ну и прочее а также в березинском это кстати не упоминалось и насколько я понял это пока что мало изучено это кластер галактик порождают именно эти высоко энергетические частицы так там могут возникать ударные волны причем широкомасштабные и вот тем же который упоминался механизм ферми как-то рождать эти высоко энергетические частицы но что именно происходит там пока что неизвестно ну в принципе все спасибо за внимание давайте вопрос вопросов нет я еще могу пару слов скажу